Итак, 390 серия. Владивосток, Крым. 39-й день путешествия, пути. 39-й день движения. Как я уже чуть ранее говорил, что возникли серьезные проблемы с проигрывателем Датакам. Он не загружает гугл-карты, загружается только китайский вариант. Но он неудобен тем, что все на китайском языке. Это вносит определенные... Это вносит определенные неудобства и проблемы при размещении или при вставке титров. Значит, уже 3-4 дня такая вот история, проблема. Буду искать варианты. Может, у вас есть какие-то будут предложения, то напишите в комментариях. Если есть ссылки на хороший видеоплеер, чтобы не только картинка отражалась, но и карта с динамикой трека. Значит, делайте вывод сами. При покупке видеорегистратора, кроме характеристик, основных технических характеристик, проверяйте и наличие Датакарты. Ведь в основном видеорегистратор предназначен для решения спорных вопросов в случае ДТП. Так у вас картинка будет, а карты, к сожалению, нет. Я думаю, это... Это очень неудобно. Про видеорегистратор и про плеер я уже сказал. Если будут вопросы, задавайте в комментариях. Это 39-й день движения. Повторю, в Биробиджан заезжать не буду, потому что видео о Биробиджане уже есть, когда двигался на восток. В этот день я сверну с трассы Амур в сторону Благовещенска, поскольку видео снимаю на два видеорегистратора. Фронтальный, который снимает картинку впереди, и боковой. Так вот, видео об этом крае крайне мало. Можно сказать, что вообще нет. Я имею ввиду Благовещенскую область. Мне интересно знать ваше мнение, стоит ли отдельной серией размещать тот же самый трек, но уже не фронтальный, а боковой камеры. Ну, например, как-то я вижу, вот в данный момент идет 390 серия, фронтальный видеорегистратор. А, например, следующая серия будет 390 с литерой А. Это будет тот же самый участок, но уже вид сбоку. Потому что картинки очень красивые, боковые, с бокового видеорегистратора. Я-то в любой момент могу их посмотреть. Ну, а для вас выбирайте вариант сами. Стоит ли размещать вот в таком формате фронтальный 290 серия, боковой 290 с литерой А. Так, что-то еще хотел сказать. Вот сейчас идет движение по трассе Амур-Р297. Амур-Р297. Скоро будет видео. Ну, у дороги стоит Стелла, там СДАК, такая площадка видовая Владивосток-Москва. Там все автотуристы, автопутешественники останавливаются, делают фотографии, снимают видео. Далее будет поворот в сторону Благовещенска. В общем, пишите по существу в комментариях о том, что я сказал в плане размещения видео двух ракурсов. Если интересно будет, то я буду в таком формате размещать видео. Так, ну а дальше смотрим уже без моего комментария. Режим записи. Так, прошу мусор. Режим записи. Так, немного навел порезок. Виктор и униса. Да, менял, конечно. То, что вчера поменял. О, прям вот колёсик. 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 Желательно, чтобы не было дождя. Поворот на Крекиншан ЛГБ, еще не проехали. В Благовещенске я ни разу не ебал. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Такой я приехал два поворота на перепечку. Не помню, что тут еще, наверное, и один. Что-то какой-то странный поворот наверно. Продолжение следует. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...